К сожалению, мы действительно отходим от стандартов общения столь любого нам, поскольку вот эта новая ситуация с пандемией нас не оставляет, и мы вынуждены общаться в таком немножко урезанном режиме, формате режима. Тем не менее, мы постараемся как раз на иллюстрации лечения такой проблемы, как глиобластом, понять, какая же изменяются современные стандарты в зависимости от тех условий, которые нам подвигают жизнь и тех знаний, которые мы получаем. Итак, по поводу глиобластом. До сих пор эта проблема остаётся наиболее одной из утрепещущих, что с точки зрения современной онкологии, что нейрохирургии. До сих пор эта опухоль остаётся самой злокачественной, подчёркиваю, именно злокачественной опухолью центральной нейросистемы, и при этом с очень плохим эскураживающим прогнозом, который не превышает 30% через 2 года общей выживаемости. Не существенно поменялось в последнее время морфологические подходы к классификации льобластома. Они остаётся, в принципе, прежними. Что принципиально, то, что, конечно, изменилось понимание о молекулярно-генетических формах и о молекулярно-генетическом строении этих опухолей. И она не только поменяла наше представление о том, какие это опухоли, к чему они относятся, но и также о том, как их надо лечить, и о том, для какой группы этих пациентов зависит от преобладания того или иного технологических особенностей, какие методы лечения применять. На сегодняшний день мы разделяем все глиобластомы на два принципиально диких, это дикий тип и мутирный тип АДИАЖ мутации. Мы знаем, насколько важно МГМТ-метилирование для прогноза выживаемости, и это определяет во многом и нашу лечебную тактику. Ну и есть много сведений о том, что в ближайшем будущем еще также теломераза, транскриптаза, теломераза, также обратно сыграет свою роль в классификации, и немножко наше представление об этих опухолях притепляет изменения и, наверное, позволит изменить дальнейшую оптимальную тактику лечения при той или иной форме. Достаточно отработано, мы знаем сегодня, что в целом является МРТ в различных модальностях, и здесь, наверное, ничего нет нового, в заключении того, что на сегодняшний день, кроме отработанного протокола, есть не только протокол исследования, но и также протокол возможных вариантов для изучения ответов в опухоле на возможное лечение. И критерии РАНО, которые достаточно сложны в восприятии, тем не менее, сегодняшняя роль, без них уже современные исследования о том, насколько наша тактика лечебная правильна, не является оптимальным, не является объективным. Ну и, конечно, на сегодняшний день мы знаем о том, что стандартным в этом является, кроме уточнения, понимания гистологии опухолиста, мущественной марш-спектроскопии, конечно, это прессорно-миссионная томография с различными изотопами. При этом подчеркиваю, что эти исследования в основе и возможного применения при назначении лучевой терапии и при планировании лечения злокачественных глиомов. Стандарты лечения, они уже на протяжении последних 16 лет остаются прежними. Мы добиваемся с помощью современных методов нейрохирургии, на которых они будут подробно останавливаться, максимально возможны резекции. И, наверное, она играет существенную роль для прогноза пациента, в отличие от повторного удаления. Ну и также важно, что каждый наш метод, который мы используем, а сегодня это лучевая терапия, химиотерапия, играет достаточно существенную роль. Но, опять же, не забываем о том, что на самом деле всё более важную роль играет именно не сколько сами те используемые опции, сколько какие пациенты с жизне-ментилированием или без него дергаются этому лечению. Насчёт лучевой терапии здесь достаточно всё как бы однозначно. С конца прошлого века известно, что лучевая терапия привносит существенную роль для прогноза для этих пациентов, фактически в два раза увеличивающую продолжительность жизни для всех категорий наших пациентов. При этом продолжает обсуждаться, какая лучевая терапия оптимальна. Она, например, привела за последние 50 лет существенные изменения от облучения всего головного мозга с какими-то выделенными участками мозга, с применением различных химиотерапевтических агентов в качестве модуляторов лечения. Ну и также было уже применено по поводу протонной терапии. И в ближайшем будущем мы ждём уточнения важности таких методик, как АМРТ, ВИМАТа и комбинация лучевой терапии с ананочастицами, с иммунотерапией и другими опциями. Ну, принципиальным является, конечно, то, что на сегодняшний день, несмотря на диффузный рост, мы знаем, насколько, как далеко распространяются участки глиобастомы вне зоны визуальных изменений по данному МРТ. Тем не менее, мы говорим о том, что мы применяем для глиобастомы локальное облучение. Другое дело, что, опять же, это локальное может по-разному восприниматься. До сих пор не текают споры и дискуссии среди разных протоколов, в том числе лечения. Всё-таки, сколько вовлекать в стандартный объём облучения по тем данным, которые мы получаем с помощью МРТ. Ну, считается, что это может колебаться в зависимости от объёма от 0,5 до 3 см. Стандартным считается 2 см. И стандартная также схема лечения – это по 2 грейт-рисфракт до 60 грейт в среднем на объём всего объёма опухоли. С другой стороны, мы знаем, что с 2005 года исследование с ТАПом непременным является использование в качестве модификатора, и сопровождающего последующим лечением больных с глиобастомами – это препарат тимозоламида. Тем не менее, в последнее время накапливаются данные о том, что, несмотря на то, что это, безусловно, стандарт лечения, то, тем не менее, очень важно, что мы сегодня имеем возможность практического излучения, имжентиметилирования, которое определяет необходимость и возможность применения тимозоламида, в частности, у ослабленных групп пациентов, у тех, у которых достаточно низкий функциональный уровень, и тем, которые больше 70 лет. При этом говорится о том, что именно у этих групп пациентов, особенно, естественно, при наличии неметилированной формы МГМТ, тимозоламид применять не столь актуально, и более того, это приносит существенную токсичность. В то же время популярный препарат биватузомаб не улучшает показатели выживаемости, если мы применяем его в качестве первой линии химиотерапии. Все больше, как я уже говорил, накапливается данных о том, что у пожилых пациентов вполне возможно отойти от существенных стандартов облучения и применять более сокращенные схемы облучения и так называемое стандартное гипофракционирование, экстремальное, именно стандартное, когда доза 40 грей в течение 15 фракций. У нас в лококлинике применяется более, мы более агрессивно выступаем, мы применяем, как правило, 45 грей с непревышением уровня имеющейся токсичности. А в то же время новые технологии, которые у нас сегодня все больше и больше имеют возможность мы их применять, это с использованием современных линейных ускорителей, когда мы можем интегрировать буст, и мы используем различные методики, такие как ГИПРА, такие как ВИМАТ, для более локального применения на фоне общего использования, предведения дозы в среднем. И это приводит к тому, что мы сегодня, в частности, было исследование достаточно большое, когда в качестве буст использовались данные спектроскопии, которая прилетела по МРТ, и оно не очень дало больших выигрышей в выживаемости у этих пациентов. Но сейчас активно изучается использование интегрированного буста по данным ризероноэмиссионной томографии. Отмечу также исследование, которое проводится, и где было обозначено о том, что при увеличении буста и в увеличении в него субметрикулярной зоны, где вроде бы наибольшая концентрация стволовых клеток, определяющих радиорезистентность опухоли, также вроде бы имеет значение, но это исследование продолжается. А на сегодняшний день именно использование симуляционного буста по данным ПЭТа является одним из современных стандартов лечения. Мы пытаемся в настоящее время это уточнить и доказать это положение. Несмотря на применяемые методики, несмотря на самые разнообразные модификации лучевого лечения, химиолучевого лечения, знаем, что, к сожалению, рецидивы при глиобластом встречаются достаточно часто. Почти все опухоли рецидивируют в течение двух лет после первичного восстановления диагноза. В основном это локальное инфестазирование, но иногда случается дистантное инфестазирование, как показано в данных слайдах. Это может быть в другом полушарии. И очень редко мы говорим о том, что даже дистантные методозы выходят, предположим, глиобластом головного мозга в спиной мозг или даже за пределы нервной системы. При этом при постановке правильного диагноза рецидива глиобластома или прогрессии дальнейшей надо иметь в виду, что надо чётко дифференцировать имеющиеся изменения от псевдопрогрессии. Здесь могут помочь различные методики, в частности перфузионные методики и, конечно, опять же, радиотопные методики с использованием дизеронно-миссионной гемографии, в частности с метаболитами тионина, с тирозином и другими аминокислотами. Стандарты лечения рецидива глиобластома также уточнены и изменится на сегодняшний день. Достаточно чёткая корреляция с изменением курса химиотерапии, с применением различных других методик. Прежде всего, конечно, мы говорим о повторном хирургическом лечении, о возможном повторении лучевого лечения, о использовании антиогенной терапии в частности бионцузумаба, уже эти 5 лет, как признано, FDA использовали постоянные электрических полей, которые в настоящее время также широко используются при среде глиобластома. Я уже сказал, что вроде бы хирургия является одной из опций, но, тем не менее, исследования провели и показали о том, что если для первичного удаления радикальной семьи есть значение, то для вторичного удаления, на самом деле, здесь роль хирургии гораздо более ограничена. Наш взгляд, это имеет значение только если есть признаки повышенного значения давления, если есть признаки смещения срединых структур мозга. То есть если мы можем, нашу операцию улучшить состояние пациента. При этом всё большее значение применяют именно методики повторного облучения, в частности, в режимах радиохирургии и гиперакционирования. Важнейшим при этом исследуется не только эффективность нашего лечения, но и токсичность его применения. Исследование большое, проведённое Майером и СМИНом, показало о том, что, в принципе, считается приемлемым уровнем токсичности, если наше повторное лечение в эквиваленте не превышается, суммарно, с первичным лечением 100 грей. При этом сроки, они не определены, они, в принципе, не имеют значения для возникновения некрозов. И в то же время считается, что всё-таки изложилось, что это было не менее трёх месяцев, ну, оптимально, хотя бы год после проведения первичного лечения. Я уже говорил о том, что всё больше мы уделяем внимание именно радиохирургическому подходу, то есть лечению за одну фракцию при выявлении рецидивов лиобластом. Применяется в различных схемах и в различных объёмах облучения, и в различных схемах как радиохирургии, так и гипофракционирования. Есть исследование РЮ, которое предлагает проводить подобное облучение с объёмом изменения по флееру по 8 или 6 грей, в зависимости от объёма по 4-4 фракции. Есть другие исследования. Мы предъявляемся с нескольких других методик, в частности, использованием 8 грей под 3 фракции и других. Говоря о том, что играют радиохирургии, то большое исследование Лансфорда с авторами показало о том, что принципиальным для прогноза у больных, которые применяются радиохирургии по водорезивов лиобластом, является водорос, предпредшествующая химиотерапия, использована радиохирургия именно для рецидива, а не для качества перечного лечения, ну и объём, который опухоль к лучшему был меньше 14 кубиков. Существенное значение играет также и применение билотезумаба, который является сегодня стандартом при назначении повторного облучения. И, конечно, применение различных методик, уточняющих распространение опухоли с помощью тех же самых радиозатопов с аминокислотами. В некоторых случаях, особенно при лечении, в частности, повторном лечении или второй фракции лечения при стажизном облучении артериозных информаций, используется трактография. В нашей клинике достаточно крупный большой материал повторного облучения при глиобластомах. Больше 250 пациентов. При этом именно объём облучения являлся тем фактором, определяющим, какой метод лечения мы применяли. Стандартное фракционирование, гипофракционирование для радиохирургии. Есть пример в планировании повторного облучения при значительном объёме, когда, естественно, мы не можем в такой большой объём, превышающий 30-40 кубиков, или даже 50 кубиков, дать гипофракционированное облучение. При этом мы используем стандартное облучение, но, опять же, мы немножко отходим от полагающихся рекомендаций и, как правило, не снижаем при повторном облучении суммарную дозу, аналогичную, при первичном лечении, при этом не отмечено на повышении токсичности у наших пациентов. Ну и гораздо чаще мы используем, конечно, при лечении рецидзолокачественных глиом режимы гипофракционирования радиохирургии. При этом, опять же, важную роль играет и состояние пациента, и понимание его мулькогенетического статуса, и те же самые данные МРТ и ПЭТа, и, конечно, время прогрессии. Здесь несколько приведено примеров позитивного использования радиохирургии при метаболически активных локальных и дистантных метастазах, и не буду на этом подробно останавливаться. Ну вот работа, которую недавно провел доктор Осинов на материале Московского центра ГАМА-НОЖ показала о том, что и применение радиохирургии может быть эффективно, при этом больше эффективно достигается при более высокой дозе, не менее 18 игрей. Интересно также анализировать его результаты, то, что мы получили разницу между локальными и дистантными рецидивами, и при этом безрецидивные именно показатели вживаемости именно при дистантных рецидивах, они выше, чем при достижении безрецидивных показателей у локальных рецидивов. По всей видимости, связаны с состоянием радиорезистентности в данных очагах. Но другим фактором, кроме локальных дистантных очагов, являлся также объем и, как говорилось, уже доза, которая подводилась к этим очагам. Другое исследование, проведенное, и суммарно, что я хотел отметить, что в итоге мы получили 14-17 месяцев общей выживаемости уже после появления рецидива, и мы достигаем уже превышаем 27 месяцев средней продолжительности жизни у наших пациентов. Другое исследование, проведенное на лечебном ускорителе доктором Беляшовой, показало, что различные режимы фракционирования при повторном облучении также приводят к лечению продолжительности жизни практически на 16 месяцев после его установления рецидива, значительно превышая средний продолжительность жизни у этих пациентов в целом. Ну и как выводы, можно отметить, что именно комбинированное лечение с доказательным глиом, последнее применение, удаление кондициональной терапии радиохирургии позволяет увеличить продолжительность жизни и сохранение ее качества. Конечно, важно, прием, использовать для планирования, использование ускорителем ну и мы думаем, что в будущем комбинация с таргетными модулирующими и другими видами терапии будет еще лучше повысить эффективность нашего лечения. Община таких методов очень много, я не буду на них останавливаться, действительно, это и генная терапия, и онкологическая терапия. Если мы посмотрим на поисковики, то мы увидим, что даже когда проводятся исследования, это американский сайт-трайл, то больше 1300 исследований проводятся по подруге бластом, из них больше половины именно касающиеся роли лучевой терапии, различных сочетаний с другими препаратами и физическими средствами, такими, как использование сейчас локального сфера ультразвука. Ну и мы продолжаем тоже свои исследования, в частности, применение различных методов математического анализа и обучения машинного для анализа данных и контурирования при планировании анализа лечения и исследования клеток и их резистентности к культур глиобластомы для выявления оптимальных режимов фракционирования для лечения этих пациентов. Надеемся, что эти исследования позволят увеличить эффективность нашего лечения и улучшат результат выживаемости в этой тяжелой категории пациентов. Спасибо. 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 Продолжение следует...